здравствуйте друзья меня зовут михал наводчик в этом уроке мы изменим текстуру нашего дивана который создавали в прошлом уроке я использовал вот эту картинку jpeg в этом уроке мы ее уберем и попробуем сделать что-то подобное используя уже не карту bitmap а карту noise также я изменю цвет этого дивана на более белый цвет и у нас получится вот такой диван здесь как я сказал ранее мы будем использовать процедурную карту noise вот я открыл файл который мы создавали в прошлом уроке я его пересохраню с другим именем откроем редактор материала здесь у меня присутствует два материала это материал непосредственно кожи дивана и материал ножек дивана то хром если выделить диван можно заметить что я группе диван применил модификатор и увы w map чтоб текстура ложилась корректно на нашу поверхность для метода который мы будем использовать этот модификатор практически уже не будет выполнять свою роль то есть можно его оставить можно убрать выпускаем остается также давайте сейчас группу мы откроем я выделю одну часть этого дивана крайнюю правую и скрою все остальное чтобы было лучше заметно что мы делаем увеличим вот эту часть сделаем копию материала кожи чтобы у нас остался и такой такой вариант выделим заново материал который применен на диване и в самом материале видим что он на базовом цвете у нас буквочка м то здесь мы применили растровую карту самой текстуры теперь она нам не нужна давайте мы это уберем то есть берем щелкаем на соседний квадратик и перетягиваем пустой квадратик на букву м так мы стерем эту текстуру также давайте сразу же изменим имя этого материала сразу же давайте также изменим цвет этого объекта место серого сделаем его более бежевым щелкаем на пробнике цвета здесь я веду красного 06 зеленого тоже 06 жмем ok я сделаю снимок видим что растровая текстура пропала но рельеф остался так как мы ее применяли на карту bump для создания рельефа и здесь давайте отменим эту растровую карту вместо нее как я говорил раньше мы будем использовать процедурную карту но щелкаем на но мы и перетягиваем на эту фотографию так мы и убираем заново щелкаем на но мы напротив bump map здесь в разделе general выберем но из если сейчас сделать снимок то мы практически ничего не видим то есть наш но из слишком крупный давайте мы его уменьшим вот здесь у нас 635 размер карты но из уменьшим здесь до единицы жмем на кнопочки шоу чтобы показать эту текстуру прямо в кадре теперь давайте повторно сделаем снимок видим что уже появилась текстурность нашего материала давайте сделаем дубликат этого снимка в разделе noise параметр давайте изменим тип мой сам на фрактальный и сделаем повторно снимок так рисунок у нас стал менее симметричным и немного более похожим на кожу в режиме а фрактально можно изменить уровень порога шума давайте здесь его немного уменьшим поставим здесь 2 сделаем копию снимка и запустим визуализацию на снимке видим что этот параметр немного уменьшил уровень шума в разделе порог шума у нас есть верхний порог и нижний порог но эти параметры на мой взгляд в данном случае менять не надо поэтому мы оставим здесь как есть теперь давайте выйдем из настроек мой сам щелкаем на кнопочки go to parent здесь давайте раскроем дополнительные настройки здесь у нас открывается параметр отражением у нас стоит максимальное значение единица давайте немного уменьшим этот параметр здесь я поставлю 0 7 и получаем соответствующую картинку конечно применяем растровую картинку jpeg можно получить более характерный рисунок для кожи чем используя карту noise но в случае когда вам не нужно приближаться и показывать саму текстуру кожи этот вариант вполне подойдет который мы сейчас использовали откроем остальное наш диван и давайте сделаем финальный снимок проделайте соответствующие действия если будут вопросы по этому руку задавайте спасибо за внимание до следующем уроке а 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 Продолжение следует...